Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Алифтина Игнатьева. Смотрите в этом выпуске. Новые проекты и крупные инвестиции. В Крыму завершился третий Ялтинский международный экономический форум. Каждый день горжусь Россией. Севастопольцы проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны. Библионочь. Новое прочтение. В библиотеке имени Льва Николаевича Толстого провели Всероссийский фестиваль чтения. 5 миллиардов 700 миллионов рублей составил объем инвестиций в экономику Севастополя в 2016 году. Это на 50% больше цифр предыдущего года. О привлечении инвестиций в стремительно развивающуюся экономику Крыма говорилось на Ялтинском международном экономическом форуме. В пятницу 21 апреля в его работе приняла участие делегация Севастополя во главе с руководителем города Дмитрием Владимировичем Овсяниковым. В рамках представленного недавно проекта «Стратегия развития Севастополя» до 2030 года в городе Герои создаются благоприятные условия для частного инвестирования и роста инвестиционной привлекательности, которые приведут к увеличению доли внебюджетных источников Севастополя до 75% и более. Из Ялты наш корреспондент Вероника Андреева. Ялтинский международный экономический форум проводят уже в третий раз. Он входит в четверку крупнейших экономических форумов России наряду с площадками в Сочи, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В этом году сюда приехали более полутора тысяч человек из 46 стран мира. Среди них Италия, Австрия, Катар, Румыния, Греция. Севастопольскую делегацию на форуме возглавил Дмитрий Владимирович Овсяников. Руководитель города провел ряд встреч с потенциальными инвесторами, в ходе которых состоялось обсуждение программ в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. В ближайшие годы в дороги Севастополя инвестируют более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, которое обеспечит полторы тысячи новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыба в 2 раза, а сам город-герой должен войти в топ-10 наиболее популярных мест в России. Мы увидим, что на форуме приехали та же самая делегация из Италии, которая недавно посещала город Севастополь. Это очень крайне важная площадка, на которой можно говорить о перспективах развития города и вкладывать инвестиции в город Севастополь. В рамках стратегии мы в ближайшее время утвердим 20 государственных программ, скорректируем 20 государственных программ, и по этим направлениям мы готовы работать с инвесторами. Глава Севастополя отметил, создана корпорация развития города, которая сопровождает инвестиционные проекты в режиме одного окна. Наряду с уже известными направлениями, среди которых развитие балаклавы, EnergyNet и индустриальный парк скоро утвердят еще три. Также Дмитрий Овсяников подчеркнул, у иностранных инвесторов есть заинтересованность в сотрудничестве с нашим регионом. Вереника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Вице-премьер Дмитрий Николаевич Казак положительно оценил работу правительства Севастополя и его главы Дмитрия Владимировича Овсяникова по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития города до 2020 года и формированию долгосрочной стратегии развития Севастополя. Об этом он заявил после трехсторонней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владленовичем Кириенко и главой Севастополя Дмитрием Владимировичем Овсяниковым, которая прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума. Какое количество пусковых объектов у вас будет по итогам этого года? В этом году 22 объекта под ключ мы сдаем. Если в прошлом году мы делали только проектно-сметные работы, у нас не предполагалось введение под ключ, то уже в стадии ПСД она перешла в стадию строительства. 22. Из них это знаковые, я готов о них говорить с некоторым чувством внутреннего удовольствия. Это три детских сада, они строятся, они запущены, мы их в этом году введем, помимо четырех других, которых реконструируем, то есть семь детских садов и 2100 рабочих мест, которых никогда не строил город Севастополь за последние 30 лет, будут сделаны. А в рамках стратегии это 20 детских садов, 10 школ. У нас в рамках ФЦП в этом году начнем представлено строительство двух школ, то есть мы закончим проектно-сметные работы. И, безусловно, крупнейшие проекты, это строительство очистных сооружений Южные, это участки трассы Таврида, это все во втором полугодии уже придет с стадии проектно-сметного документации в стадию строительно-монтажных работ. Спасибо вам, взяли реализацию всех сложных городских проблем. Решение социальных проблем, о которых вы отметили, мы опережающими темпами продвигаемся. Я хотел бы выложить вам благодарность за это, но и упор на последующие годы, на 18-19, это все-таки мероприятие по снятию инфраструктурных ограничений для развития бизнеса, создания благоприятных инвестиционных условий для деятельности бизнеса. Сможете выдержать тот темп, который был взят до сих пор. Он весьма положительный, весьма успешный. Я так оцениваю, это работа, которая за короткий период проведена. Дала свои положительные результаты. Напомним, документ был внесен на рассмотрение в законодательное собрание города 18 апреля. Стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя в течение ближайших 13 лет. В Севастополе борются с рекламой наркотических веществ. Адреса сайтов по продаже ядовитых зелья размещают на стенах зданий, заборах и асфальте. Чтобы не допустить распространения смертельного яда, в городе регулярно проводят акцию «Севастополь без наркотиков». Около 50 человек прошлись по дворам проспекта генерала Острюкова, закрасили объявление о продаже психотропных веществ. Желающих избавить город от рекламы психотропных веществ в выходной день оказалось немало. Перед началом акции небольшой флешмоб. Участники составили надпись «Севастополь без наркотиков». Приезжающие мимо автовладельцы поддержали инициативу сигналами клаксона. Разделившись на несколько групп, участники разошлись по району. Трафаретные надписи с рекламой наркотиков встречаются на стенах каждого дома. Есть случаи, когда объявление наносят прямо на двери подъездов. За последние месяцы к борьбе с распространением наркотиков присоединилось немало общественных организаций. Затирая такие надписи, эту рекламу, мы предотвращаем распространение данных наркотических средств. От этого зависит будущее нашего нации, нашего народа, севастопольцев, молодежи. Потому что дети – это все для нас. Среди участников акции немало бывших наркозависимых. Они признаются, когда употребляли смертельные вещества, такой открытой рекламы не было. Победив зависимость, ребята решили бороться с распространением наркотиков. Есть действительно активисты такие, которые сами прошли когда-то реабилитацию, были в этой пагубной злостной привычке. Некоторые с определенными, может, уже проблемами физиологическими, но, по крайней мере, оставили пагубные привычки. И сегодня хотят участвовать, чтобы это не распространялось, чтобы это, наоборот, пресекалось на корню. Акция по закраске и рекламе наркотиков проходит каждую субботу. Принять участие в ней может каждый. Подробности о месте и времени приведения можно узнать на страницах социальных сетей общественной организации «Твоя победа». Александр Тимофеев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Обучение верховой езде, стрельба по мишеням из пневматического оружия и захват здания контролируемого диверсионной группой – так прошли плановые учения севастопольских казаков. В этом году они организованы впервые и проводят их в течение четырех дней в районе села Терновка. В операциях участвует несколько десятков человек. «Казак без коня, что солдат без ружья» – такая поговорка распространена у самих представителей подобных формирований. Поэтому один из навыков, который нужно закрепить у новичков – езда на лошади, да еще и умелое обращение с холодным оружием при этом. А здесь отрабатывают точность. Казаки стреляют по мишеням, в качестве которых выступают консервные банки. Еще одно упражнение в рамках учений – захват здания, которое контролируют диверсанты. Перед началом операции казаки проходят инструктаж. «Допустим, снайпер работает издали, то есть работает по точкам, ну его в основном две работы, да, где нужно пройти, потому что он может прицельно бить, больше шансов, что он не попадет в свою же спину». Далее следует сама операция по захвату. Группу прикрывает два человека – снайпер и пулеметчик. А здание штурмуют, применяя условную гранату. По словам атамана Севастопольской полстунской сотни Анатолия Малышева, чтобы отточить мастерство группы захвата, отрабатывать проведение подобных операций нужно ежедневно, хотя бы в течение трех-четырех месяцев. «Боевое задание нужно отрабатывать очень много, часто, потому что данные в ситуациях войны у нас сейчас идут, как называют их, локальные, да, или там местечкового значения, то есть нельзя уничтожать города, как обычно там выпустили, когда лакета нету, у нас-то получается, что уничтожать нельзя, поэтому надо взять здание, еще не повредить его». Такие комплексные учения проводятся как минимум три раза в год. В полевом выходе участвует практически весь личный состав Севастопольского казачьего округа – около 300 человек. Кроме того, казаки отрабатывали совместные действия с представителями правоохранительных органов и МЧС. Учения являются составной частью программы развития российского казачества в городе Севастополе на 2015-2020 годы. «Благодаря огромной помощи правительства Севастополя и лично временно исполняющего обязанности губернатора города Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова была принята под программу развития российского казачества в городе Севастополя и определены объемы финансирования. Именно в рамках этой программы Севастопольский казачий округ взаимодействует с силовыми структурами, дислоцирующимися на территории региона, и отрабатывать действия в составе, как я уже сказал, подразделений МЧС, подразделений МВД». Планируется, что в следующий раз подобные учения будут организованы уже в мае. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в этом году охватила все регионы России и более 40 зарубежных стран. Проверку знаний провели в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». К образовательной акции присоединились и севастопольцы. Организатором мероприятия в городе выступил молодежный парламент при законодательном собрании. «Знать, чтобы гордиться. И гордиться тем, что знаешь историю своей страны». Жители города-героя вспоминают даты, имена и события Великой Отечественной. На прохождение теста отведено 45 минут. «Очень важно знать историю войны. И особенно тот факт, что мы находимся в городе-герой Севастополе, еще более добавляет мне желание написать этот тест правильно». «Очень важно помнить все даты, все сражения, которые были. Очень важно не забывать об этом, чтить память, уважать. Хоть этот тест на самом деле добровольный, и ты можешь сам принимать решение, участвовать или нет, ты должен это сделать. Это прежде всего ради себя, ради своей Родины, ради того, чтобы быть причастным ко всему этому процессу и чтить себя хорошим, порядочным человеком». Образовательная акция стартовала в 11 часов по московскому времени. 30 общих вопросов по истории Великой Отечественной и 15 о событиях, происходивших в военный период в Севастополе. В каждом задании по 4 варианта ответа. Верный только один. «Я в течение всей своей жизни постоянно читаю эту тему и, может быть, не уделяю должного внимания, скажем так, количественным показателям, но, тем не менее, судьбам человеческим я уделяю внимание, и мне всегда очень интересно, это и важно. Даже если будут какие-то ошибки, это всего лишь повод к ним вернуться и узнать о том, что ты писал подробнее». Для прохождения тестирования в Севастополе организовали 21 образовательную площадку на базе учебных учреждений. В филиале Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова тест написали более 60 человек. «В первую очередь принимает у нас участие активная кафедра истории. Ребята всегда активно приглашают с 1 по 4 курс. Также активно всегда участвуют журналисты, государственные управленцы. В этом году тест вышел на международный уровень. И теперь данное мероприятие называется «Международная акция». То есть участие принимает больше 40 стран, и это внушительные масштабы». Правильные ответы опубликуют на официальном сайте федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Свой результат можно узнать на следующей неделе. В холлах учебных учреждений, где проходило тестирование, разместят стенды с идентификационными номерами участников и количеством набранных баллов. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополь». До старта 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов остается полгода. Мероприятие пройдет с 14 по 22 октября в Москве и Сочи и соберет более 20 тысяч участников из 150 стран мира. Форум объединит молодых людей, достигших успехов в спорте, науке, творчестве, политике и других областях. В рамках проекта запланированы семинары и круглые столы, обширная культурная программа, спортивные состязания. Полгода до начала Всемирного фестиваля отметила «Севастопольская молодежь». На площади возле учебного корпуса филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова организовали работу тематических секций. Студенты участвовали в мастер-классах по танцам, рисовали граффити, а также сдавали нормы ГТО. Физическую подготовку ребят оценивали члены Ассоциации студенческих спортивных клубов России. У нас сегодня сдают ребята челночный бег, рывок герий для юношей, подтягивания для юношей, пресс для девушек, прыжок с места, наклон. И девушке сдают отжимания в упоре. Они получают сертификаты и значок о сдаче норматива серебряный или золотой. Отбор начнется уже со следующей недели. У нас достаточно много регистраций. От города Севастополя примет участие 25 участников, волонтеров 50. И я думаю, что к середине мая, начало июня мы уже объявим тех счастливчиков, которые примут участие в фестивале и представят в городе Севастополь. Выставка агитационных плакатов, ретро-музыка, танцы, квесты, чтение стихов Маяковского, Блока и Есенина, посещение книгохранилища и награждение десятитысячного читателя. Так в Севастополе прошла Библионочь. На трех этажах Центральной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого гости мероприятия ожидало путешествия по страницам истории. В этом году акция посвящена столетию Октябрьской революции. Тема Библионочи в этом году – новое прочтение. В Севастополе акция получила революционный окрас. Ее назвали «Марш энтузиастов». Год столетия Октябрьской революции горожанам предложили окунуться в эпоху вековой давности. Наших читателей погружаем в ту атмосферу, 20-30-е годы прошлого века. Как жили люди, чем они занимались, как они общались, как они проводили свой досуг, что они читали, что они слушали. Раньше было очень популярно собирать марки, открытки артистов, календарики, всевозможные значки. Вот из частных коллекций здесь представлены такие выставки. На стенах развешаны агитационные плакаты. Из читального зала доносились песни. Здесь организовали караоке. Неподалёку литераторы читали стихи Майковского, Блока и Есенина. Артисты Севастопольского театра танца представили зрителям постановку в стиле ретро. Такого рода акции. Это действительно новое прочтение. Наверное, мы все привыкли к тому, что библиотека – это такое классическое учреждение. Здесь всё строго, и главное – это тишина. Но сегодня вы видите, что в библиотеке бывает не только интересно, но и громко. В субботний вечер в библиотеке был наполнен искусством. Звучала живая музыка, профессиональные актёры читали монологи, а в холле гости мероприятия могли окунуться в атмосферу Востока. Здесь всех встречал аромат кофе и танцевальный калейдоскоп. Любители размеренного отдыха могли сыграть в шахматы с самим Остапом Бендером. Главный сюрприз вечера – награждение десятитысячного читателя. Почётное звание получила ученица 11-го класса 43-й школы Галина Козлова. Она зарегистрировалась в библиотеке в день проведения акции «Библионочь». Девушка с детства любит читать. В библиотеке не была записана, потому что совсем недавно приехала в Севастополь из Калининградской области. Книги недооцениваются многими людьми, особенно молодёжью, потому что они не осознают, насколько это прекрасно и интересно. Я думаю, что каждый должен ходить в библиотеку. И я это собираюсь сделать как можно чаще после такого всплеска эмоций, когда меня посчитали, называли десятитысячным читателем. В субботний вечер горожане смогли спуститься в так называемую подземку – книгохранилище библиотеки. Доступ к ней открывается лишь один раз в год, во время проведения акции «Библионочь». Мне очень понравилась подземка литературная, когда заходишь туда, поражаешься. То есть, изначально же это были бомбоубежища. Когда там находятся такие раритетные издания 30-х годов и дореволюционные издания различных книг, которые поражают своим историзмом, которые запечатлены ещё те советские энциклопедии, где вычёркивали авторов, которые были неугодны действующей власти. В так называемой литературной подземке есть специальный лифт. При помощи такого подъёмника издания из книгохранилища попадают в читальный зал. Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» проходит в России уже в шестой раз, в Севастополе – в третий. Какая-то комната там была, там какие-то вообще игры были. Я вот в них играл. Понравилось участвовать в «Загадках», там, где получал вкусные призы. То же самое, как и бублики, и конфеты. Ну, в общем, всё отлично. Много чего интересного. Старые книги, шахматы, шашки. Что-то необычное преподносят сами работники библиотеки. То есть не просто библиотекар сидит в очках, как из мультика. А вот это живой человек, и он делает неповторимую атмосферу, неповторимое общение. Мне это нравится. Ради живого общения и пришли горожане на акцию «Библионочь». Хотя бы на время они забыли про современные гаджеты и компьютеры и погрузились в мир книг. В эту ночь посетителям библиотеки можно было шуметь в читальном зале, устраивать песенные и танцевальные соревнования и даже бегать между стеллажами. Помещение толстовки превратилось в интерактивную площадку как для взрослых, так и для детей. Елена Корнухова, Виталий Коломиц, информационный канал Севастополя. И к новостям спорта. В 8-й спортивной школе состоялся первый городской турнир по художественной гимнастике «Веснушки». В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из Симферополя, Феодосии, Ялты и Севастополя. В программе выступления с обручем, лентой, скакалкой, мечом, булавой и без предмета. Уютный зал 8-й спортивной школы на северной стороне встретил гостей юных художниц из Крымской столицы, Феодосии, Ялты во всем великолепии. Турнир по художественной гимнастике проходит под девизом «Здесь начинается Олимпиада». Это праздник этого олимпийского вида спорта. Мы приехали на эти соревнования впервые и в этом зале участвуем впервые на этом турнире. Организация просто великолепная. Нам очень понравилось образство зала, насколько красиво оформлен зал для детей и настоящая праздничная атмосфера. Старший тренер отделения художественной гимнастики 8-й спортивной школы, в прошлом призер чемпионатов и первенц Советского Союза Наталья Васильевна, вложившая и силу, и душу в подготовку своих воспитанниц и отметила их перспективность. Эти соревнования задумывались как соревнования для самых начинающих наших девочек, первый разряд и младший, где они делают первые шаги, пробуют себя в нашем виде спорта прекрасным. И, конечно, всем известно, что Олимпиада начинается не сразу. И именно с таких соревнований детских она и начинается. Может быть, мы надеемся, конечно, что среди наших участников будут будущие чемпионки. Девушки выполняют упражнения со своими любимыми предметами. Я выполняю упражнения с оборчем, а завтра буду выполнять упражнения с мячом. Арбитры ставили оценки гимнасткам за образ, артистизм, эмоции, и они уже мечтают о чемпионатах мира и Олимпийских играх. Здесь начинается Олимпиада! Это были все новости к этому часу. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин